Раз мне было позволено начать, я хотел бы начать с эпиграфа, который, мне кажется, заключает в себе суть всего того, что я собираюсь говорить. Звучит он так в оригинале, «Го анексэтостос биос у биатос», или, если вам доступен его английский перевод, «The unexamined life is not worth living». Перед тем, как перейти непосредственно к нашему вопросу, к вопросу о том, в чем заключается классическое образование, я хотел бы сначала сказать вам, что тот образ классического образования, который я буду рисовать, он намеренно заостренный, намеренно обведенный жирными линиями. Не потому, что я поддался своему юношескому и столь присущему мне максимализму, не потому, что я увлекся и перегнул палку, но потому, что мне хочется, чтобы этот образ отпечатался в ваших головах как можно четче. Ибо это тот эталон, по которому вы сможете судить о том образовании, которое окружает вас. Этот эталон, который я собираюсь обрисовать, совершенен, на мой взгляд, или почти совершенен. И в этом смысле он едва ли может быть реализован, едва ли может иметь отношение к действительности, в той мере, в какой мы эту действительность ощущаем вокруг себя. И тем не менее, именно как эталон, совершенный образ, который я стараюсь нарисовать, будет максимально полезен. Теперь давайте договоримся о терминах. Классическое образование – это очередной выкидыш российской школы перевода. Потому что никто и нигде в мире никогда не говорил и никогда не пытался реализовывать классическое образование. Во всем мире этот тип или этот вид образования называется свободным образованием. It's liberal education, not classical education. И хотя иногда вы можете слышать формулу classical liberal education – классическое свободное образование, тем не менее, классическое здесь – это третьестепенная квалификация самого термина «свободное образование». И говорить мы будем именно о нём, и я, дабы не нарушать сложившуюся традицию, но попытаться подменить её, буду использовать оба этих термина как взаимозаменяемые. То есть свободное образование и классическое образование – это одно и то же. Конечно, когда мы пытаемся начать разговор о свободном образовании, нам придётся начать его с существующих традиций свободного образования. Потому что оно не висит в воздухе, оно не взялось из ниоткуда. Таких традиций мы условно можем насчитать две. Одна из них называется «средневековая», одна из них называется «возрожденческая». Средневековая традиция восходит к средневековым университетам, где на факультете свободных искусств, как факультете противопоставленным профессиональным факультетам, то есть факультетам выше факультета свободных искусств, это, как вы знаете, богословие, юриспруденция и медицина, с одной стороны, а с другой стороны факультетам, который противопоставлен несвободным искусствам. Существовало семь базовых предметов. Несвободное искусство, если вы не знаете, это искусство профессиональное. Плотник, кузнец, программист – всё это несвободное искусство. Итак, семь предметов на факультете свободных искусств – это, если вы помните, грамматика, диалектика, риторика, так называемый тривиум. И, если мне не изменяет память, дайте я посмотрю, арифметика, геометрия, астрономия, музыка – это квадривум. Почему эти предметы считаются свободными? Потому что они нужны были для создания свободного человека, человека, который мог себе позволить стать несвободным, человека, который мог себе позволить перейти на высшие факультеты и получить подлинное образование, получить профессиональное образование, с одной стороны. С другой стороны, конечно, эти предметы знаменовали собой мечту о создании всесторонне развитого человека, человека, который способен понимать, если не целый мир вокруг себя, то большую часть этого мира. Данная традиция своими корнями уходит в античность. В первую очередь, конечно, в Рим, а уже затем в Грецию. В Рим она уходит потому, что эти семь предметов напрямую взяты из энциклопедии Ворона. Ворон, создавший в Римской империи свою энциклопедию, именно так поделил ее на части. Вторая традиция классического или свободного образования, возрожденческая традиция, кажется немного странной, немного другой, потому что к моменту возрождения, вы знаете, к моменту возвращения античных текстов, именно античные тексты стали основой всякого образования. И образование стало все больше и больше походить на то, что сегодня называется классицизмом или даже лингвистикой. Несмотря на то, что возрожденческая модель свободного образования предполагала изучение античных текстов, тем не менее, она предлагала их изучение именно как текстов в первую очередь. Однако эти тексты также, и это то, что роднит обе модели свободного образования, обе традиции свободного образования, уходят обратно в Древнюю Грецию, или, если быть точным и честным, в Афины V века до н.э. Конечно, те университеты, западные университеты, что сегодня пытаются практиковать традиции и поддерживать традиции свободного образования, вынуждены так или иначе, по крайней мере, мне неизвестно других примеров, смешивать обе эти традиции. Традицию семи вороновских предметов и традицию исследования классических текстов. Но мы с вами не ищем традицию, мы с вами здесь не выступаем как историки, мы с вами здесь выступаем как теоретики, а потому, помня об этих корнях термина и об этих корнях традиции, мы, тем не менее, должны оставить ее на минутку в покое и задаться более серьезным вопросом. Оставим свободное образование в покое и предположим только, что под этим названием скрывается некий вид образования, который претендует на то, чтобы быть высшим видом образования, предельным по своему содержанию. Как бы оно на самом деле не называлось. В чем бы заключалось такое образование, спрашиваем мы себя. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь задаемся другим вопросом. А что вообще означает образование? Какова цель образования? В конце концов, у нас в современном мире есть огромное количество всяческих образований. Есть дополнительное образование, есть дошкольное образование, есть начальное образование, есть среднеспециальное образование, есть высшее образование, есть высшее профессиональное образование, есть даже онлайн образование, я слышал. Образований много. И они образования, потому что они заняты чем-то одним и тем же. Все остальное, то, что стоит впереди, это квалификация. Но мы должны понять, что такое образование на примере. Так будет проще всего. И давайте возьмем тот пример, который доступен нам всем, потому что мы близки к нему, так или иначе. Давайте возьмем профессиональное образование и спросим себя, чем занимается профессиональное образование? Какова его цель? Каков его итог? Итак, профессиональное образование занимается тем, что берет людей, которые имеют некие склонности к некой профессии, к тому, чтобы быть плотниками, сапожниками, программистами, и делает из этих плохих плотников, сапожников и программистов хороших плотников, сапожников и программистов. У него не всегда получается, я знаю, но мы говорим об такой совершенной модели. Таким образом, суть образования, любого образования, заключаем мы, состоит в том, чтобы культивировать, в том, чтобы улучшать. Из плохого плотника делаем хорошего плотника. Из плохого программиста – хорошего программиста. И уже само это осознание по себе позволяет нам задать более фундаментальный вопрос. Не был бы высший вид образования, раз мы говорим о культивации, и не просто культивации, да, культивации земли, культивации воды, культивации природы, но культивации человека. Не был бы ли высший вид образования способом улучшения человека? Не заключался бы высший вид образования в том, чтобы из плохих людей делать хороших людей. Если это действительно так, то этот высший вид образования во многом зависел бы от серьезнейших и самых фундаментальных вопросов, от их понимания, признания и ответа на них. В первую очередь от вопросов о том, что такое человек. Или выражаясь точнее, в чем заключается человеческая активность, человеческая деятельность, параксиланс. В конце концов, программирование – это деятельность, плотницкое дело – это деятельность. Значит, есть, если можно улучшить человека, есть какая-то человеческая деятельность как таковая. Так вот, в чем заключается эта человеческая деятельность? И раз уж мы говорим об улучшении, в чём заключается благо для человека как человека? Эти вопросы страшные и фундаментальные, но высший вид образования должен попытаться так или иначе на них ответить. Давайте я коротко забегу вперёд и скажу вам, что связь высшей человеческой активности, высшей человеческой деятельности и человеческого блага может быть двоякой. Благо может быть как результатом этой деятельности, так и его условием. Но вы запомните это, а мы отправимся дальше. Очевидно, что такого рода образование имело бы решающие свойства по отношению к тому образованию, которое сегодня называется высшим, то есть к профессиональному образованию. Профессиональное образование утилитарно. Оно не имеет ценности вне той деятельности, которой оно готовит. Это, например, значит, что оно всё время должно быть актуально. И что если оно теряет актуальность, оно немедленно перестаёт быть образованием, оно немедленно перестаёт достигать свои цели. Как вы знаете, многие профессионалы вынуждены всё время проходить переподготовку уже во время своей работы. Но если высшее образование не есть утилитарное образование, если высшее образование не предназначено для того, чтобы использовать его, в конце концов, хороший человек – это не профессия. Значит, такого рода образование требует то, чего профессиональное образование не требует. И мы видим это, если мы обратимся к Афинам V века до н.э. Свободное образование в противопоставлении образованию несвободному, то есть профессиональному, требует свободного времени. Оно требует досуга. Оно требует то, что греки называют схоле. Если вы хороший человек, и быть хорошим человеком и есть ценность сама по себе, то то, что вы делаете, и есть деятельность хорошего человека. И значит, то, что вы делаете, не может быть связано с такими вещами, с такими низкими или вульгарными вещами, как заработок денег. Для греков V века это не проблема, потому что свободное образование даётся только аристократам, рабовладельцам и богачам, которые не нуждаются в работе, которые необходимы экономически, и которые именно поэтому могут посвятить, по крайней мере, часть своего досуга тому, чтобы сделать из себя что-то, чтобы улучшить себя самих. Мы обращаемся к современности и думаем, вряд ли сегодня мы найдём рабовладельца, аристократа и богача в одном лице. К сожалению, это едва ли возможно. Но мы всё-таки можем поискать те слои общества, которые, пусть и частично, пусть и неполноценно, но всё-таки обладают схоле, обладают свободным временем. В текущей ситуации, в нашей с вами ситуации, мы находим два таких слоя, две таких группы людей. С одной стороны, это пенсионеры. Они больше не нуждаются в работе, потому что они живут за счёт заработанного. Они экономически необходимы, потому что они больше уже не представляют из себя рабочей силы. Но с пенсионерами возникает две базовых проблемы. Дело в том, что образование, всякое образование, но особенно подразумеваемый высший вид образования, требует не только свободного времени, но и неких когнитивных способностей, а также того, что можно назвать предсократическим или сократическим эротизмом. То, что, наверное, в кривом отражении является той жаждой нового, что иногда люди испытывают. Проблема с пенсионерами, помимо исключительных и великолепных случаев, и редких случаев, заключается в том, что большинство из них уже находится на моменте упадка своих когнитивных способностей, и они, конечно, уже практически лишены эротизма. Старые люди не стремятся к новому, они боятся его. К счастью для нас, у нас есть и второй слой общества, который обладает схоле. Эти люди, эти молодые люди в моей голове называются потенциальными студентами. Так получилось, что наша традиция позволяет им это сделать, им таковыми быть. С одной стороны, эти потенциальные студенты уже не обладают теми обязанностями, которыми они обладали, будучи школьниками. Школа отнимала у них свободное время. С другой стороны, они финансово зависимы от своих родителей, и потому финансово независимы от результатов собственной деятельности. Они необходимы экономически. Кроме того, будучи обладателями схоле по самой добродетели своего возраста, по самому факту своей молодости, некоторые из них обладают необходимыми и постоянно нарастающими когнитивными способностями, и к тому же в силу возраста обладают эротизмом предсократическим, а в некоторых счастливых и исключительных случаях сократическим. И значит, они подходят нам, и, к счастью, наша традиция сохраняет их для того, чтобы они могли получить образование, присущее свободным людям. Как я уже сказал, образование, которое мы считаем высшим, неизбежно предполагает досуг, оно предполагает свободу. И в то же самое время оно должно, если хотите, давать свободу. И здесь я снова предложу вам деление на два, как предложил до этого. В знакомой вам парадигме «свобода от» и «свобода для». Приходя, начиная свое образование, эти потенциальные студенты или уже студенты в первую очередь должны освободиться от тех представлений о самом главном, от тех общепринятых мнений о том, что такое человек, человечность, благо, которые они подхватили от общества, которые были насаждены им обществом, или которые являются ошибками, возникшими из персонального опыта и персональных ощущений. Образование должно освобождать их от этих предрассудков, от этой вульгарности. Например, от мысли о том, что получение профессии связано с обогащением, а обогащение связано с хорошей жизнью. Уверен, у большинства из вас уже нет таких предрассудков, и вы не думаете, что получение профессии хоть как-то связано с обогащением, а обогащение хоть как-то связано с тем, что можно назвать хорошей жизнью. Или, например, представлением о том, что хорошая жизнь – это, в кавычках, полноценная жизнь, жизнь полная новых впечатлений, новых знакомств, новых ощущений, или того, что вкратце можно назвать развлечениями. Жизнь, лишённая смысла. Свободное образование, о котором мы говорим, должно лишать студентов таких предрассудков, должно освобождать их от этих предрассудков и таким образом вести их к свободе. Но, конечно, не от всех предрассудков, а только от предрассудков о самом серьёзном, самом глубоком, самом тяжёлом. В то же самое время высший вид образования должен вести не только к свободе от, но и к свободе для. И я думаю, вы уже понимаете, о какой свободе идёт речь. Речь идёт о свободе задаваться этими самыми серьёзными, самыми тяжёлыми, самыми трудными вопросами. Однако ни один молодой человек не может ставить эти вопросы серьёзно и пытаться на них отвечать. Он не может сделать этого самостоятельно, сидя в келье или в лесу. Ему нужна помощь. И здесь нам снова на помощь приходит традиция. Тысячелетиями люди, серьёзнейшие люди, задавались этими вопросами и пытались на них отвечать как словом, так и делом. Таким образом, студент должен быть представлен этим традициям. Я условно считаю, что их четыре таковыми для меня оказываются примеры человеческого величия в слове и деле. То есть история, философия, религия и литература. Эти помощники, конечно же, должны демонстрировать ответы на вечные вопросы. Но эти ответы никогда не бывают единичными или финальными. Эти ответы представляют из себя набор альтернатив. Тяжелейших альтернатив. Страшнейших альтернатив, но тем не менее альтернатив. И для того, чтобы вы поняли, о чём идёт речь, а я назвал вам уже четыре традиции, и вы понимаете, что альтернатив гораздо больше, чем я в своём узком углазоре могу вам обозначить. Но тем не менее, четыре примера я могу вам дать. Представим, что человек уникален, что человек отличается от других живых существ. Чем? Ну, мы могли бы сказать, что человек есть существо политическое, что он отличается от других живых существ тем, что ему доступна речь, тем, что он способен понимать концепции добра и зла, справедливости и несправедливости. В таком случае высшей человеческой деятельностью, человеческой деятельностью паракселанс, была бы политическая деятельность, а благом было бы общее благо, которое эта политическая деятельность ведёт. Теперь давайте представим, что человек отличается от других животных разумом, тем, что он разумен. В таком случае высшая человеческая деятельность представляла бы из себя, позвольте мне этот гротеск, деятельность чистого разума, разумность, не связанную с действительностью и требованиями действительности, а благо бы представляла бы из себя основания или условия возможности такой деятельности. Но предположим, что человек не просто отличается от животных, а что он отличается от живого и неживого одинаково. Предположим, что сугубо человеческим свойством является способность создавать что-то, создавать что-то новое, создавать что-то экс-нихило, из ничего, что специфической человеческой деятельностью является креативность. В таком случае высшей человеческой деятельностью, конечно, была бы предельная креативность создания миров. Позвольте мне поправиться, создание миров как самосоздание, как создание себя самого. Благом в таком случае выступали бы условия, при которых это создание стало бы возможным. Наконец, давайте предположим, что человек отличается от других животных тем, что он опасен не по случаю. Тем, что он хочет причинить вред другим. В таком случае человеческой деятельностью пара-эксиланс была бы борьба в ее самом полном проявлении, в финальном ее проявлении. А благом было бы такое условие этой борьбы, которое бы делало ее повсеместной. Беллум омнис контр омниум. Вы видите, насколько эти альтернативы отличаются друг от друга, как они противостоят друг другу. И тем не менее, без их изучения совершенно невозможно то, что сегодня называлось бы красивым словом «мышление». Позвольте мне перефразировать знакомую вам цитату и сказать, разве видеть не значит видеть альтернативы? Разве думать не значит видеть альтернативы? В таком случае задачей высшего вида образования было бы погружение студента в эти альтернативы, как они представлены в четырех указанных традициях. Погружение недискриминирующее и погружение полное, то есть погружение прямо в источники, в прямые примеры человеческого величия, незамутненные отвратительными, гадкими и уродливыми посредниками. Конечно, вы могли бы задать мне вопрос, и серьезный вопрос, как выбрать традицию, не только одну из тех, что я назвал, да, вид традиции, но и форму традиции. В конце концов, есть северная традиция, есть южная, есть западная, есть восточная, наверное, есть какие-то еще другие традиции, но я думаю, что постановка такого вопроса является заранее ошибочной. Если вы предложите человеку 50-килограммовый кусок золота и 50-килограммовый кусок серебра, вы знаете, что он выберет. Но если вы знаете, что он выберет, его выбор предопределен, а значит, никакого выбора нет. Поэтому всякая попытка сказать о том, что мы должны выбрать западную традицию по умолчанию, как нашу, или восточную, или северную, или южную – это ложный выбор. Его нет. Между золотом и серебром никто не выбирает. И мы тоже не должны пытаться делать этот заранее ошибочный и потому абсолютно глупый выбор. Чего же достигает то самое образование, о котором мы говорим? Ну, во-первых, позволяя студенту видеть примеры человеческого величия, такое образование отбивает у студента, как молодого и очевидно одаренного человека, то, что всегда мешает ему учиться – его юбрис, его самодовольство. Только презрение к себе может быть основанием для всякого улучшения. Только ненавидящие достойны того, чтобы двигаться дальше. Вместе с тем, результатом образования, результатом улучшения становится та самая пресловутая свобода. И позвольте мне объяснить, в чем она в первую очередь выражается. Она, конечно, является роскошью, как и само это образование. И она выражается в том, что свободный не может быть ответственен перед несвободными, а образованный перед вульгарными, видящий перед слепыми. А это, в свою очередь, означает, что, скорее всего, ситуация обратная. В конце концов, разве раб – это не тот, кто принадлежит другому? Разве не свободный – это не тот, кем управляют чужие, не его мнения, предрассудки, глупости, которых он, не оценивая, принял и за которыми следует? Ситуация действительно обратная. Но она выражается не в том, о чем вы на свою беду подумали. Свободный берет на себя ответственность за несвободных. Его освобождение, видение альтернатив ведет к тому, что он старается помочь тем, кому еще можно помочь, и улучшить тех, кого еще можно улучшить. Но главное, пожалуй, здесь в том, что, видя альтернативы и зная, что лишь вопросы вечны и единичны, серьезные и глубокие вопросы, а ответы на них всегда множественны, образованный человек лишен того, что можно было бы назвать верой в собственную правоту. Или, если вы хотите, он обладает умеренностью, этим спутником мудрости. Именно потому, что он знает, что тот ответ, который он выбрал, какой бы ответ он ни выбрал, не является финальным ответом, не является предельным ответом. Но именно потому, что он способен выбирать, то есть осознанно выбирать, то есть свободно выбирать, означает, что он может свободно ставить цели перед собой и, таким образом, автоматически перед другими. Наконец, следование свободному образованию, конечно же, приводит нас к выводу о том, что свободное образование – это не есть результат счастливого времени, счастливой случайности и временной случайности из 4, 6 или 9 лет, что на самом деле свободное образование есть проект всей жизни. И если вы приходите, если мы приходим к такому заключению, то тем самым мы подразумеваем, что свободное образование, если и не является высшей формой человеческой деятельности, то, по крайней мере, максимально приближается к ней.